Владимир Лидин, главный тренер от Барса. Заблагодаря Ваши комментарии по игре. Мне показалось, игра была неплохая. Первая, как бы, такая, знаете, проверочная игра. Мы это было изучаемо, наверное. Мы играли по тому заданию, которого мы давали игрокам. Не все, конечно, идеально было, но, во всяком случае, мы понимали, что мы хотели сделать, и пытали играть. Спасибо, по вопросам. Пожалуйста. Сеонтан Хайдарович, здравствуйте. Генерал Анатолий Катаринборн. Перед первым матчем очень много говорилось о том, что главное преимущество ЦСКА – это высокая результативность и умение реализовывать моменты. Удивила ли Вас такая расточительность игроков ЦСКА в самом-то подъемном периоде? Ну, не знаю, не всегда же получается. Я считаю, что это сильная команда. На самом деле, хорошая, упадающая. Да и защитники, вся команда хорошая, я считаю. Поэтому против них, наверное, число. Пожалуйста. Хорошо, поздравляю вас с победой. Первый период по выбрасыванию не получился у Вашей команды. Вам удалось изменить эту ситуацию в дальнейшем и выровнять ее. Что, как вы эту ситуацию изменили? Насколько это было важно для победы? Потому что если это сказалось, например, о втором году, да? Ну, против – это очень важно, конечно. Это не только в большинстве и в рамках состав. Но вот, конечно, у нас много говорим об этом, но не всегда все получается. Поэтому мы продолжаем работать и стараемся себя как можно лучше. Пожалуйста, в этом плане. Ну, капитан Мфон, вы сегодня забросили в большинстве, в меньшинстве и не пропустили США, соответственно, в меньшинстве. Как вам, может быть, дополнительно разбирали? Я не пропустили. А? А ну пропустили. Нет, нет, это вам состав. А вот, да. Можно себе протокол посмотреть. Ну, все-таки, как-то разбирали ВГУ, ЦСКА для наших составов? Ну, мы все разбираем. Они нас разбирают, мы их разбираем. Это уж совершенно точно тут, что об этом говорить. Мы понимаем, что они хотят делать. Мы стараемся сыграть в них правильно и решить их возможности. Поэтому, ну, там-то, да. Рейдер Борн пропустил сегодня четыре шайбы. Он играл три года на «Барсия». Я уже не знаю. Ну, вот, у своих подопечных спрашивают, конечно. Не спрашиваю. Спасибо. Еще с ним, пожалуйста. Ну, что, в топливский рабочий. Владик Казарович, если ваш Лизамин по хальпинам по финалам, так сказать, в прошлом году играл, то вы давненько не бывали в финалах, как Гагарина. Соскучились ли вы по игре в финале? Были какие-то особые чувства, когда сегодня выводили команду на лед? Ну, вы знаете, задают одни и те же вопросы. Ну, что я чувствую? Я понимаю, что это финал. Для меня это любая игра – это главное. Поэтому я готовился точно так же. И я думаю, что это всем приятно играть в финале. И для меня точно так же. Особенно каких-то таких чувств там сверху. У меня обычно, я еще раз говорю, что я уже, как бы, понимаю, и мы все тренеры в таком состоянии, в таком кураже, что, как бы, мы готовы. Ну, и все с вами. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Можно сказать, что перевернули немного в плане бросания в втором трюте. И в целом, в втором трюте намного лучше провели, чем первый. Насколько вас радует, что команда настолько управляемая, слушает вас, и все получается, когда у меня есть проектировка? Все получается, потому что управляемая. Насколько вас это радует? Они молодцы. Я еще раз говорю, что я изначально говорю о том, что ребята идут и делают то, что они говорят, выполняют, стараются это делать. С их стороны, как можно лучше, потому что игрок – это игрок, но исполнитель. И меня это радует, что они стараются это делать. И не всегда получается, не всегда все как в идеале, но во всем случае это позитивно. Пожалуйста. Еще один вопрос, но не совсем по финалу. Я так понимаю, во время плей-офф шло какое-то голосование. То есть с сайта федерации написал, что вы входите в тренерский совет и выбрали главный тренер сборной 25, Романа Роттенберга. И вы входите в совет и голосовали тоже за. Можете это решение прокомментировать? Потому что вы тоже были тренером сборной. И понятно, что игроки от Барси не будут вызваны в мае туда, уставлены после финала, но все-таки интерес в нашем мире. Ну, я считаю, что, по-первых, ему Роман Борисович очень интересно работать. И он с удовольствием это делает. Иногда задаешь, что вроде сезон такой сложный был, закончился, и он продолжает работать. Я считаю, это большой плюс. И он с большим желанием работает. Поэтому я за это решение. Пожалуйста. Последний вопрос по управляемости команды. Уже коллега начал. Вы ведете в счете после двух периодов 2-1. И очень уверенно доигрываете игру. В третьем периоде забейся в две шайбы. На что обращали внимание хоккеисты в раздевалку, выходя на третий? Просто продолжать играть. Пожалуйста. Интон Халяк, здравствуйте. Победы вас. Тимур Куснадинов, Бизнес Онлайн. Стас Галиев сегодня забил впервые за 10 матчей. Вот почему не получалось у него в сериях с Адмиралом, с Авангардом, а сегодня, может, это изменили? Ну, мы всегда после игры обсуждаем и видим, какие есть вопросы, проблемы. Мы стараемся их решать. Поэтому здесь в этом плане тоже работа шла. Все понимают, что не все получалось у нас. Поэтому я думаю, что каждый старался исправить эту ситуацию. Ну, слава Богу. Спасибо большое. Онлайн, есть вопросы? Да, пожалуйста. Зинкла Харябович, Харябович, Победа вас. И очень хочется поблагодарить за такой яркий первый матч он держал на протяжении всей игры. А вот вопрос мой касается следующего. Ваш визави Сергей Бедоров сказал, что Ахмарс очень не похож на трех предыдущих соперников по западной конференции в Плэо. Похож или нет? Не похож. А вы могли сказать, похож ли ЦСКА на предыдущих ваших соперников по восточной конференции? Ну, у игроков, конечно, много лучше, а с отначи, я считаю. Там любой игрок, очень хороший игрок, который может и обыграть, и забить, и в четвертом году. И в других командах были хорошие, но я не хочу никого так предыдущих. Ну, и я хочу сказать, что это хорошее. Спасибо, Каверин. Все, спасибо.